Всем привет, ребят! И по совместительству с моей работой мне ежедневно приходится отвечать на следующую тематику. Как полностью укомплектовать музыкальный коллектив? То есть, собираются молодые или уже не очень молодые ребята и решили сделать собственную ребазу в скобках студию-мастерскую. Сделать они решили в гараже, на какой-то жилплощади, на даче, частном доме, даже в квартире буквально. Или же собирается молодой начинающий ковербенд-коллектив, и им нужно полностью укомплектоваться в плане комбики, микрофоны, колонки, микшеры, гитары и так далее. Чтобы выступать на улице, делать какие-то уличные концерты, или же какие-то выездные концерты в клубы, кафе, рестораны. И вот сегодня я попытаюсь сделать такой максимально компактный, при этом максимально полезный и бюджетный выпуск. Видео обо всем этом, где я расскажу все нюансы, на что надо обратить внимание, все-таки будет полезный, интересный. И такой базис, мне кажется, должен знать каждый музыкант, независимо от вашей специализации. Пользоваться я буду сайтом магазина Мусторг, потому что я там работаю. И начнем мы с вокалистов, потому что им легче всего живется. Итак, нам нужны микрофоны, вокальные, динамические. Динамические микрофоны, условно назовем их концертно-репетиционные, можно разделить на два основных конкурирующих, собственно, компании. Это компания Shure и компания Sennheiser. Начнем мы с Shure. Если вы хотите сделать все максимально бюджетно и экономно, берите прямо-таки самую дешевую модель. Вот Shure SV100A или же Shure SV200. Они, в принципе, одинаково отличаются только цветом. В чем их плюсы? Это все-таки фирмовый микрофон, и он на несколько там голов, выше, чем всяких Panasonic, Thomson, Philips, Samsung и так далее. И, естественно, это качественный микрофон, но из дешевых, собственно, материалов. Он все-таки пластиковый, он довольно легкий. Зато в комплекте идет кабель. Можно на XLR, можно на джек. И я вас уверяю то, что при слепом тесте никто из слушателей не отличит на колонках за 20-30 тысяч рублей за штуку, которую обычно все используют. Ни один слушатель не отличит Shure SV100A от SM58A. Звучат будут оба достойные, считаемые. Далее. Если же хочется все-таки немножечко вложиться, я рекомендую тут же переключиться на серию SM. Это профессиональная концертная студийная серия. То есть у Shure бывает три серии. PG. Это такие любительские микрофоны. Их чаще используют ведущие, свадеб, каких-то мероприятий, мастер-классов. SM. Это такие вот рабочие лошадки концертно-студийные, которые вы видели в любом случае, даже если вы не знаете, как он выглядит. На любой реп-базе достойный, на любой концертной площадке они как раз и есть. То есть, собственно, ими обычно все и комплектуются. Наиболее универсальные, подходящие на любые площадки любых вокалистов микрофоны. И Shure Beta. Это такие элит с голубой каемочкой, такие вот зелененькие. Они бывают и вокальные, и инструментальные тоже. Восьмерка на конце значит, что микрофон вокальный. Семерка на конце значит, что микрофон инструментальный. То есть, 57 будет, это значит, что инструментальный. Итак, что можно сказать? SM58, я уже сказал, это золотая середина. Если хочется немного сэкономить, то мы ищем SM48. Он и чуточку больше стоит 6900, нежели PJ. То есть, в общем-то, 5800. Но при этом с заметно высшим классом, потому что это все-таки уже профессиональная линейка. Это несколько порезанная версия SM58. Здесь чуть порезан часто на диапазон. Но, опять же, вот здесь при слепом тесте даже вокалист не отличат. Он отличается именно верхами. На концерте репетиции вообще без разницы. Может быть, студийной записи будет чуть-чуть заметно, конечно. И чуть-чуть уровнем сигнала захвата отличается. То есть, чуточку погромче в него придется петь. Ну, прям совсем так ощутимо. И чуточку похуже работают фильтра. То есть, в руке шуршание и так далее. Но, в целом, это студийный. Опять же, считается концертный профессиональный микрофон. Поэтому он очень достойного качества. Можете сэкономить. Допустим, если у вас один вокалист главный и два бэка-вокалиста. Пожалуйста, берете SM58, два SM48. И если хочется переплатить, взять по максимуму это Shure Beta 58A. У него есть свои нюансы. Это микрофон, который захватывает намного больше верхов. Он намного больше сигнала захватывает. Намного больше расстояния. И это будет плюсом, если вы хотите записываться дома. Он почти выдает качество, как конденсаторных студийных микрофонов. Очень чувствительный. Очень красивый темберс с ним. Особенно, если у вас сиплый голос, как у меня. Если вы девушка и голос тихий, можно сказать. То Beta очень хорошо ловит сигнал на большом расстоянии. И очень мощный микрофон. Это замечательно для записи дома. Для небольших тихих концертов. Акустических концертов. Для репетиции в квартире. Буквально с барабанной установкой. Акустической или же под минус. Но, это будет большим минусом, собственно, как показатель в тесной репетиционной комнате. В гараже каком-нибудь. Где звучат, гремят барабаны, железо, колонки. И этот микрофон будет все в себе ловить. И будет, естественно, заводиться постоянно. То есть, вы не станете спиной. Он гиперкардиодный. Он со спины все ловит. Не встанете спиной к барабанщику, колонкам, никому. Комбикам. Начнет заводиться. Если комната тесная. И если у вас нет, собственно, звукорежиссера на концерте, это тоже возможно. А кнопки у него, чтобы выключить, даже и нету. Вот их делать без кнопок. Типа, у вас с таким микрофоном должен быть звукорежиссер. Но, опять же, хочу подчеркнуть. SM58 это как гипсон стандарт. Или же фендер стандарт. То есть, только гитарист платит 100, там, 150 тысяч за них. А вокалист 9. Это действительно покупка на всю жизнь. Так что на микрофоне я рекомендую не экономить. А также, бывает, SM86 это конденсаторный. Он не окрашивает, как бетка, в общем-то, звук. Не поднимает немножечко верха, верхнюю середину. Но при этом сопоставим. По уровню, по, собственно, по всем характеристикам он конденсаторный. И Сенхайзеры. Замечательный тоже микрофон. Их обычно предпочитают девушки. 935 я очень рекомендую. Есть подешевле 800. Сейчас найдем. 835. Что-то их тут мне не выдает он. Тоже замечательный микрофон. И, конечно, лучше всего прийти. Вот 835 за свои деньги. Супер вариант. Лучше всего прийти, конечно, и послушать. Вживую. Выбрать для себя. Если нет возможности, думайте, ломайтесь. То, наверное, советую Shure. Потому что более известный, ходовой. Даже если что, продать, опять же, не проблема. Это действительно самый постребованный микрофон. Однако Сенхайзеры по качеству в той же цене не с качеством уступают. А что потребуется, собственно, купить к нему? Ну, кабель это понятно. Они, в принципе, кабеля балансные. И все довольно качественные сигналы передают на большие расстояния. А вот стоечка. Допустим, дружио 758. Да, они бывают, кстати, с кнопкой и без кнопки. За кнопочку придется доплатить. К нему потребуется купить стойку. Скажем, вот видите, 57 это инструментальная. Стойки. Вот две стойки. И здесь надо что изучать? Допустим, у нас есть стойка. Они все металлические, даже китайские. Можно смело их покупать. Не сломается, не переломите. Допустим, стойка есть 3601. Микрофон стенд. Видите, у нее крепеж. Здесь пластика вот такого вот, закрутка. А вот у 36017 у нее закрутка металлическая, штанга. Это даже надежнее. В целом стойки одинаковые. Но здесь будет удобнее и крепче. Можно будет закрутить позицию. При этом, несмотря на то, что это усиленная версия, стоит она подешевле. То есть, вот эту стойку я могу рекомендовать. Что касается... Собственно, тут отзывы, наверное, есть. Ну, отзывов нет. Что касается, подойдет ли эта стойка. С микрофоном идет в комплекте всегда державка. Поэтому подойдет. Что касается, на винтится ли она, на собственную стойку. Здесь всегда есть вот сверху слева, вы видите, переходник в уголку. Там переходник. Он откручивается. И опять же, на любой микрофон все подойдет. Кундер-гайка. Так что, не волнуйтесь, все подойдет. Может набрать самые недорогие, раз мы сегодня говорим о бюджетном варианте. И они вполне себе ничем не уступят по качеству. Скажем, Кёнин Майер за 3600. Просто Кёнин Майер более фирмовая стойка. Если хотите более крутые, красивые какие-то, да, то, соответственно, там уже ценник надо смотреть выше. Дальше. С вокалистами более-менее понятно. Микшеры. На что тут я советую обратить внимание. Во-первых, берите так, чтобы было как минимум 4 микрофона входа. Обычно в названии указано количество входов общие. 12, значит 12 входов. 12 устройств. 10, значит 10. 8. Первая цифра, значит 8. Но вы визуально ориентируетесь на 4 главных входа. Это 4 полноценных входа, собственно, инструментальных. С ручкой чувствительности отдельной, двойных. И с полноценной эквализацией. То есть верхней, нижней, средней частоты. Вам понадобится обязательно минимум 4, чтобы подключить вокалиста, буквально гитариста, бас-гитариста, гитариста и установку барабанную. Если это, скажем, электронная барабанная установка, мы сегодня о них поговорим. Или же ноутбук. Вот. Это первое, что надо обращать внимание. То есть 2 будет все-таки маловато. Берите сразу 4. И второе, это выходы. Выходы, вот скажем, на Беринджере. У нас выходы джеки. Вот, на Беринджере у нас выходы, видите, джеки, как гитарные, в общем-то. И это не очень хорошо, в плане того, что, ну, не на такие длинные, собственно, расстояние сигнал можно послать без потери. Но самое главное, что не во всех колонках еще и бывают эти джеки. В большинстве колонок, в том числе старого типа, идут XLR. Это вот такие вот пятачки. Вот такие вот. Я рекомендую брать ее, собственно, с XLR. Джеки-то будет по-любому ниже располагаться. Ну, в любом случае, подключать лучше XLR входами. Если речь о больших активных колонках. Тем более, вы их будете располагать, я думаю, максимально подальше. Чтобы добиться более объемного звучания, вряд ли вы будете их ставить рядом и так далее. Поэтому здесь мы смотрим на количество входов подключения. Минимум 4. Минимум. Чем больше, тем лучше. На наличие RCA. Вот этих вот для подключения ноутбуков, телефонов и так далее. Обязательно, когда они пригодятся. Замечательно, если есть фейдеры. Вот эти вот. Визуально намного удобнее понять, где какая по громкости. Нежели вот такие вот крутилочки снизу. Это вот называются фейдеры. И выходы. Естественно, еще можно обратить внимание. Это блок эффектов. Бывает вот просто 802. Бывает 802FX. Вот видите, 10 на 2FX. Здесь будут эффекты. Эффекты для вокалиста. Это обычно используется ревер. Чтобы голос звучал пообъемнее. И также бывают USB версии. Допустим, можно купить просто домашний USB микшер. MG10. А вот сейчас мы встретим. Это MG10. Там, да, MG16. USB. Пока буду рассказывать. Вот USB пометка. USB микшеры. Они хороши тем, что можно подключить к компьютеру. И все это еще и записать весь ваш концерт. Допустим, вы сняли звук с комбиков микрофонами. Все это подключили в итоге. И все это записываете. Не здесь, в общем. Надо смотреть. Это, что касается, USB. Ну, в общем, с этим, я думаю, понятно. Смотрите количество входов. Чтобы выходы были желательны XLR. Чтобы были. Самое главное. Ну, фейдеры. XLR. Желательным USB. Если хотите позаписываться, как звуковой интерфейс определяться будет. Вот, допустим, с процессором у нас. Какая-то с фантомным питанием. Вот, видите, вот этот процессор. Здесь помечен эффект. Вы одной ручкой выбираете сам эффект. Второй его фиксируете. И регулируете его количество. На каких каналах он должен быть, на каких каналах не должен быть. Все это также регулируется. В общем, я могу посоветовать буквально от 10 тысяч рублей покупать. Тот же Soundcraft. Тоже неплохой микшер. Чем дороже микшер, тем лучше пластика. Тем дольше проживут ручки без шипения, без чуршаний всяких. В общем-то, тоже, как обычно, самый дешевый брать не стоит. Тем больше функционал. И тем меньше шумов при большем уровне сигнала. Вот. Дальше. Теперь, когда у нас есть микшер, у нас есть микрофоны. Мы их соединили. Нам нужно пустить куда-то звук. Пускаем мы звук на активные колонки. Идем в звуковое оборудование. Акустические системы. И активные. Пассивные. С усилителем. Сейчас никто не заморачивается. Активные колонки покупаете. Они могут работать по одной, по две. И я лично рекомендую Yamaha. DBR12, DBR15. Мы их сейчас найдем. И ElectroVoyce. Тоже очень классные колонки. В пластике, в принципе, доступны. Вот 38 тысяч электровойцы. Вот Yamaha DBR12. Если подешевле, скажем, Behringer. JBL. JBL, опять же, вот видите, 612, 42 тысячи. А 615 можно по акции 26 купить. В чем здесь бывает путаница в колонках? Многие видят, скажем, мощность в 1000 ватт. Когда указано пиковое. И думают, что это реально фактическая мощь. В этом случае делите пополам. Я могу сказать, что все они преимущественно 550. Некоторые называют рабочие, некоторые называют RMSE, некоторые называют там, не знаю. Советую ориентироваться всегда на именно децибелы. То есть, вот видите, Yamaha в менее 465 кг, но примерно на 131 децибел. Она реально будет громче, несмотря на то, что она компактная, не меньше динамик. Она реально громче, чем все вот эти колонки электровойцы, которым вы видите 26 децибел. И это большая разница 5 децибел на самом деле. То есть, мощность здесь указана 1000, а на Yamaha указано 465. Но на децибел, видите, больше. Yamaha будет однозначно громче, перекричит его. Двух таких колонок вполне себе достаточно. И таких, и таких, и таких, чтобы перекричать живую ударную установку барабанщика. Редактор субтитров А.Семкин Маршал ДСЛ 40-ой, я советую. Потому что Маршал, они наиболее универсальные. Вы там сможете любую пидарку подключить, она будет звучать. Начистый канал. Это прям доказано. Она не всегда может на рулик какой-то звук. Если свой даже перелегут, не нравится. При этом и по функционалу они по цене качества, 40-ой прям супер вариант. Лучше, чем в той же сцене будут Фендера, Ибонезе и Бокс. Давайте по порядку объяснём. Сейчас мы встретимся с ними совсем. ДСЛ. Вот, ДСЛ 40-ой. 40-катлам был заметно больше, чем там традиционных или цифровых. И это будет очень громко. Он даже в пол мощности, даже в треть мощности переключит ударную установку. Это реально полностью функциональный классный комбик. Здесь куча разъёмов. Сзади есть ритёрный обычно. Есть канал, алиэксперс, есть футсвич комплект, переключение на перегрузный чистый звук. И как бы там ни ругали, ДСЛ тоже современный, модный, не как раньше. Тем не менее, звучит он более чем достойно и для концертов очень даже применим. Сборка тоже отличная. Есть возможность переключения на 20 ватт для тихих концертов. Там задействует Нюатор, Пинтоид, Триоид. Основные наши такие заманчивые варианты для именно концертов, для репетиций. Цифровые это вот Vox'ы новые, помощнее. Вот Boss Katana 100-й. 100-ваттный усилитель получается за 22 тысячи рублей. Почему 100-ваттный я беру с запасом? Потому что цифровые комбики, они в принципе сами по себе в миксе очень быстро теряются. Поэтому надо брать с запасом, я считаю, 100-ваттники. Здесь есть оттенюатор сверху. Не знаю, есть ли здесь сверху панелька. Да, есть. Видите, 100-ватт, 50-ватт, 0,5-ватт. То есть можно будет дома поиграть и с собой таскать на репетиции. И опять же, все цифровые комбики, они все-таки, наверное, получше. По, в общем-то, да, они однозначно лучше процессоров, которые выпускаются в ценовом диапазоне. Ну, буквально сейчас под 500-ый стоит, под 60 тысяч, 50 с лишним. Хотя он тоже предыдущего поколения, можно сказать. Комбики довольно современные все, постоянно модернизируются каждый год, постоянно дополняются и звучат вполне себе неплохо. И для репетиции, для кавербэнда вполне себе такой звук подходит. Несмотря на то, что они цифровые. Поэтому по функционалу, если купить к нему фотосвич, это вполне себе такое концертное решение. И вот босс кота на стол, вы видите, стоит всего лишь 22 тысячи рублей. Кот тоже отличный, желательно брать помощнее, 21800. Если вас интересует больше маршалоидный звук, больше британский такой саунд, классический, хардный хэви, берете маршал. Если интересует более современный, всякие оттенки звучания, берете босс. Так что с комиками, надеюсь, тоже все понятно. И цифровые комики, с ними можно будет и записаться потом, и в квартире поиграть по-тихому. Если в квартиру, репетицию берете, вот, 50-е бывают. Ладно. С этим все понятно. У нас есть микшер, у нас есть комбики, у нас есть микрофоны, стойки, у нас есть все, кроме клавишных. Мы сейчас с ними быстро закончим. Это обычно для концертов покупают MIDI, квалы. То есть мы идем в клавишные, MIDI, клавиатуры. Я рекомендую брать полноценные, а не компактные. Компактные, уменьшенные, вот, полноценные. И буквально вот с такими олесисами выступают вполне себе группа подзабыл. Правда, не да, смотрел по и стигмата, вроде даже с ними выступали. Часпик, кажется, кавербенд тоже такой известный, московский. Вот, замечательный MIDI-клава с хорошей клавиатурой. Прямо-таки сейчас загрузится. Все, ну, прямо такой минимум функционала, 17200, но 61 клавиша. Есть пэды. Вот. Олесисы. Недорогие, и при этом очень классные по отдаче, по клашам, по ощущению. Лаунч-кей тоже такие вот. Здесь она ближе к клавиатуре к кевахским синтезаторам. Такая более точная ход у нее, наверное, я не знаю. Более начальной позиции, конечно, подходит. Что касается маленьких клавиатур, я бы их не рекомендовал. Пожалуйста, замечательные. Не рекомендовал, потому что они подходят больше для того, чтобы вам запустить какие-то фона, да, какие-то пару звуков. Это именно MIDI-клава, как контроллер с колей получается. Если нужно все-таки играть на клавишах, рекомендую брать полноценные, минимум 61, полноценные клавиши. И буквально, ну, вот такой суммы можно взять вполне себе неплохой вариант на первое время. Почему MIDI-клава, а не синтезаторы? Синтезаторы, скажем, если мы возьмем те же самые Yamaha, те же самые Casio, они по выхлопу, по громкости будут тиховатые сами по себе. Даже через миксер будут тиховатые. И их, собственно, звуки в такой же цене, 17-16 тысяч, это будут домашние синтезаторы. У них будут звуки попроще. Вы будете все равно их, получается, как USB, через USB синтезаторы использовать его как MIDI-клаву, скорее, в итоге. И вот, ну, в конце у нас будет занимать просто больше веса с собой, с ноутбуком. И синтезатор будет занимать больше места на стойке, на площадке и так небольших. Зачем всем этим заниматься, когда можно взять себе MIDI-клаву и все равно играть будете через, собственно, VST. Так, ну, конечно, клевые рабочие станции и так далее. Но мы сейчас на это не смотрим, мы смотрим максимально бюджетный вариант. Теперь мы идем, собственно, последнее, что у нас осталось, это барабаны. Видите, все очень легко и быстро, мне кажется, пролетело. Барабаны. Нас интересуют тарелки, нас интересуют акустические, нас интересуют электронные барабаны. Тарелки. Не рекомендую покупать самые дешевые, опять же, потому что, ну, реально, железо это очень важный вещь, момент, в принципе, и в группе. Как звучит барабанчик, как звучит вся команда. Железо заполняет всю пустоту, поэтому у вас гитары могут звучать и как-нибудь ватно-разваливающиеся, но при этом заполнять микс, если хорошо звучат барабаны, плотно, мощно, железо, да, и вокалист. Поэтому рекомендую начинать с железа, вот, 33 тысячи, вот, S-серия, она заметно классом выше, чем простейший, Z, то есть, S-серия. Если кто помнит, Саббет были раньше, B8, самые ходовые такие тарелки, они тоже в этом примерно диапазоне, 35-40 тысяч. Тоже классные, ну, классные для начала, прямо вот, самое то, берете и все будет хорошо у вас. PST, восьмые, седьмые PST тоже можно брать в этом же ценном диапазоне за комплект. Да, конечно, все будет звучать, если возьмете самые недорогие, опять же, комплектом, можно взять за 16 тысяч, но железо, это, вот, на мой взгляд, это очень важный элемент. Барабаны установки, барабаны установки по удобности, по надежности отличаются, и я бы рекомендовал начинать смотреть Silverstar, вот, 55 тысяч, Томовский Silverstar. Есть еще их удешевленные версии, скажем, вот это, как-то там, Imperialstar, по-моему, версия идет. Ну, тут, понимаете, разница 4 тысячи. Когда вы берете такую покупку, 4 тысячи, мне кажется, уже не так существенно. И, вот видите, здесь вот фишки, которые можно встретить, премиальные фишки, характеристики более дорогих, Silverstar, Superstar, Star Classic, а, ну, Imperialstar, да. То есть, в данном случае, между классами получается 4 тысячи рублей. Тут, понимаете, как в компьютерном железе, то есть, видеокарту можно взять за GTX 750 за 8 тысяч, можно взять 1050, там, за 10 тысяч. Чуть-чуть переплатили, а мощи в 2 раза прибавилось. Так что здесь я все-таки рекомендую начинать со среднего класса, чтобы она была надежной, ничего не отходило во время исполнения, ничего не приходилось подкручивать, ну, и звучит она, соответственно, получше. Дальше идем. Электронные установки. Замечательная вещь, сейчас она очень ходовой, очень удобной и для дома, для репетиций на дому. Замечательно репетировать на дому в такую установку. Можно даже купить, буквально за 2-3 тысячи рублей продается Behringer-овские разветвительные наушники, усилительные на четверо наушников. И то есть, вы, получается, можете все репетировать в наушниках. Строить сигнал с микчера, послать в него и там разделить на наушники. Тихо вообще никому не мешает. Даже там, не знаю, приспящих детек в соседней спальне. Да, слышен небольшой звук от палочек. Ну, можно взять палочки полегче. Оба пластики, но тем не менее. В чем отличаются именно электронные установки? Во-первых, опять же, надежностью, крепежей и всего остального. В случае с, допустим, Daylight Kit, это очень слабенькая сама вся хлипкая установка по всей параме. И если взрослый мужчина будет по ней играть, она будет себя трястись, ходить худуном. Я себе это смутно представляю. Если же мы берем Yamaha, даже вот такую простецкую, она стоит довольно жестко. Такую вот, да. Все будет уже, ну, хорошо будет, приятно сидеть, ничего не будет прокручиваться, скользить. Пэды не будут падать, потому что здесь все продумано. Соответственно, более дорогие, они еще более лучше продуманы, более реалистичны. В чем здесь закладывается цена? У установки, во-первых, есть именно сам по себе рама, которая отвечает за не только количество пэдов, но и именно за то, насколько она жестко, конструкция имеет в виду. Второе, это разновидность бочки. Бывает вот такая вот педаль, скажем, и вот такая педаль с колотушкой. Так, которая с колотушкой, конечно, барабанщикам сам по себе приятнее, но и это к цене заметно прибавляет. Скажем, вот видите, здесь вот без колотушки 39 тысяч, с колотушкой 55. По факту, между вот этими двумя установками, с разницей в 17 тысяч получается, 16, есть два основных отличия. Первое, это колотушка на басбочке, и второе, это трехпозиционный, трехзонный пэд малого барабана. То есть он понимает ремклики, он понимает удар по краю, по ободу, в центр и так далее. Все остальные тома, им будет все равно. То есть по факту, минус таких установок в том, что вы можете бить палочкой в самый-самый кончик пэда. Ну, вот прямо, где вот надпись написана трехзонная, вот это, кстати, вот это вот и есть рабочий. Но представьте, что это не рабочий, а том. Вот вы бьете вот эту надпись трехзон, а звучит как будто посередине. То есть все остальные тома будут звучать так. Ну, в принципе, тома есть тома, и не так страшно. Что касается тарелок, у них есть конусы. Бьете по конусу, звучит конус. Такая вот колотушечка стандартная. Нужно отдельно купить, в принципе. Так, и поэтому я рекомендую, опять же, ну, начинать не с самых дешевых, а тысячи сорока. Чтобы купить, и она себя купит. Там, 10 концертов она себя купила, а то и быстрее. Такие вот тарелочки тоже замечательно. Все продумано, все интересно. Стоит, складывается, отлично машина убирается, и поехали на концерт. А в чем плюсы? Когда есть свои колонки, когда есть свой микшер, можно также играть через ноутбуки, через довольно хорошие звуки. И не факт, что ваша живая установка будет также хорошо звучать. В итоге в большом зале, не оборудованном под это все. Вы приезжаете, там какой-то банкетный зал, допустим, ковербенд. Какая-то свадьба. Зал очень большой, там, не знаю, метров 400 квадратных. Подзвучить все это микрофонами тяжеловато, да. А воткнуть установку в микшер, и там уже обычно в таких залах есть акустика, пожалуйста. Поэтому электронная установка, я считаю, должна быть. И помимо этого, извините меня, там дождь пошел за окном. Поэтому, может быть, какие-то шумы всякие. Извините. Вот. Единственное, что я бы еще мог посоветовать, очень прикольная вещь. Есть электронные, такие перкуссионные вещи. Сейчас мы их найдем. Так. Барабанные. Электронные ударные. Вот так, наверное. Вот. Очень классная штука, ровно-то с PDSX. На ней можно все задать. Также можно педальки к этим вещам подключать. Тоже с ними выступают на радио. Вообще, получается, кинул с собой панельку такую. И, в принципе, достаточно, чтобы 6, там, зон, уже достаточно, чтобы заменить барабанную установку. 4, конечно, уже такое маловато. То есть, опять же, купили ее и гоняйте с ней на концерты. Тоже очень классное решение. Посмотрите. Будь здоров, играют, исполняют. Те же там, Айовы, смотрел, наверное, на радио с ней исполняли. Да многие ими пользуются. Или же используются как дополнение для всяких ударных звуков, помимо живых барабанов. Что я не сказал. Я не сказал про басовые комбики. И не сказал про вокальный процессор. Вокальный процессор. Очень полезная вещь. Я рекомендую взять процессор, а не педали. Потому что получится дешевле. И, скажем, за 21 900, 19 700, такие вот, да, вот, даже вот, voice, helicon. Это уже вполне себе профессиональный процессор, который вы можете встретить на Первом канале, там, во многих выступлениях, да и не только. Многие вокалисты его используют. Здесь все есть. Компрессор ведь нужен вокалисту? Нужен. Реверберация нужна? Нужна. Какие подпевки, хоровые модуляции, там, в терции нужны? По тональности. Нужны гармонически, да. Все это нужно. Дисторшн, уже всякие телефоны, призвуки. Это, конечно, на вкус и цвет фантазию. Но, вот, сами подумайте. Педалька реверберации, она там уже, да, педалька delay, педалька тюна, то есть, да, гармоническая. Педалька, ну, дубль, двойной голосом, в принципе, не так обязательно. Но вот уже три педальки, уже получится больше стоимости процессора. Поэтому лучше купить процессор, наделать своих престов, все будет замечательно. Единственное, что три кнопки, ну, не очень функционально, можно взять более расширенную версию. Ну, очень-очень классная вещь. Посмотрите, опять же, вот прям посмотрите на ютубе, я сейчас не буду время ваше тратить. Потом посмотрите, кому надо. Очень прикольная, очень крутая штука для вокалистов. Не знаю, почему вокалист этим не пользуется. Ребята, самая такая себе посредственная средняя гитарка стоит как полностью укомплектованный вокалист. С крутым микрофоном концертным, с процессором, со стойкой, и с кабелем, не знаю, 15-метровым. Почему вы всего этого не можете купить себе? Разок. Ну, почему, ребят? Будьте крутыми вообще пацанами. Дальше. Идем к басовым комбикам. Бас-гитары. Так, гитарное усиление. Предусилители. А, да, еще один вариант для гитаристов. Я извиняюсь, что подзабыл. Предусилители. Если же вообще надо как-то максимально все дешево сделать, то обычно все-таки на концертных площадках, это есть не своя ребаза, а я почему не сказал, на концертных площадках бывают уже комбики. Если хочется свой звук с собой везде иметь, что-то я не вижу, вот, для бас-гитары, то можно купить вот такую вот вещь, предусилитель. Преамп. АМТшный. Здесь есть чистый канал, грязный канал. И эта педалька маленькая, она работает как в микшер напрямую. Конечно, ну, средненький, но работает. Как, собственно, преамп в ретерн усилителя, в обход башки. Так и еще, и как обычно, педаль дисторшн. То есть, очень классная вещь тоже. Вот есть ламповые. Ну, ламповые уже 17 тысяч стоят. Это уже можно, в принципе, комбик цифровок, я показываю, за 20 тысяч купить на концерты. Это уже больше такие ментальные вещи. Но вот за 5 тысяч, именно вторая версия преампов, замечательная. Замечательный там чистый звук. Я очень рекомендую. Все, кроме F1, как-нибудь расскажу почему. Так, с этим понятно. И комбики для бас-гитар. Берем мощностью вдвое больше. Если у нас комбик для гитары был 100-ваттный, то для баса мы берем 200-ваттный. Скажем, ну ампег, конечно, многовато получится. Но вот Роланд, Фендер, Рамбл. Фендер, Рамбл. Так, сейчас мы найдем. Сейчас мы вот так вот сделаем. Чтобы я посоветовал, с чем мы долгое время выступали. Это были ампеги и всякие. Но вот, скажем, вот такой вот Фендер, Рамбл 100. Он уже спасает. Но 200, конечно, покруче. 200, конечно, может прогочать довольно-таки большой зал без подзвучки. Сотка это такое для небольших тихих концертов. Классный звук. Такой точный. Легкий вообще. Переносить его замечательно. Есть сзади всякие гнезда. Ретион забрать с него сигнал. Можно будет на микшер. Все, что хотите, пожалуйста. В этом комбике все есть. Поэтому, ну, я тоже. Вот соотношение цена-качество, мне кажется, это один из лучших вариантов. Что касается ампегов, то этот 100-ваттный комбик, он погромче, чем все-таки ампег. Да, заметно погромче. Поэтому я рекомендую на Фендер Рамбл такой классический. Ну, 200-ый вообще классно. 15-дюймовый динамик. И его вам точно хватит для всех вообще выступлений, каких там может пригодиться. Что ж, надеюсь, видео было полезным. Просветило по микрофонам. Коечек просветил по колоночкам. Коечек просветил по микшерам. Такие самые простые вещи. Теперь вы сами сможете себе выбирать, обращать внимание. Ну, если что, обращайтесь ко мне. Вконтакте, личка открыта. Всем стараюсь отвечать. Всем спасибо. Подписывайся на канал. Подписывайся на меня. Добавляйся в друзья. Подписывайся там на инстаграм. Ссылочки на товар тоже, я вам надеюсь, сделаю, думаю, в описании. И всем пока. До новых видео.